Личную неприязнь испытываем к вранью, будь она детская или взрослая, вместе с Анной Лепихиной сегодня будем это обсуждать. Доброе утро. Итак, еще раз напоминаю. В Новосибирске провели опрос на тему воспитания ребенка. Большинство ответили, что самое главное это самостоятельность и ответственность. И только 22% участников считают, что родителям необходимо научить ребенка быть честным. Все остальные такие, ах, пусть вперед. Да как все дети обманывают? Ну, все равно в какой-то момент это... Вот честным Аня расскажет, наверное, должна быть грань, где это невинная детская ложь, а где она... Суровое взрослое вранье. Да. Как много абсолютно честных взрослых людей ты знаешь? Конечно же, ноль. Ну, вот ты знаешь, когда я готовилась к эфиру, на самом деле, призадумываясь, думаю, а я вот тоже абсолютно честных, вот прям таких вот, чтобы они были при этом еще психически здоровы. Нет, ну, можно собрать, когда рассказываешь какую-то историю, да, приукрасить. Ну, конечно, да, то есть здесь очень много... Я таких очень много знаю людей, у них это здорово получается. Ты клонишь к тому, что нужно разграничить, что есть вранье. Ну, да, как всегда, да. Давайте определимся с понятиями. То есть вот, когда ты представляешь себе, вот у тебя растет ребенок, и ты хочешь, чтобы он был честным, то как ты поймет, что он у тебя достаточно честен? Еще ведь хочется все время, чтобы он с тобой был честным, а кому-то другому можно и собрать. Вот как-то так, да? А бабушке не говорил, что ты не хотела ее видеть, да? Да, 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 да. Вот ты не рассказывай тете Марине, что я так про нее говорила. Да, 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 да. Вот как-то так. И давай не будем говорить папе, что мы потратили столько денег на мою новую кофточку. Да, да, или что-то типа того. А мне, вроде, правда всегда вылезет. Мне мама всю жизнь говорила, все тайное всегда становится явным. Ну, да. И вот ты классно сейчас-то заметила, очень часто родители, они хотят от детей, собственно, не честности, а абсолютного контроля. Да. Понимаешь? И это вот про другое совсем. Если я хочу видеть, слышать, чувствовать все, что происходит с моим ребенком, то тогда это уже вопрос к себе, зачем мне это надо, что я боюсь упустить и так далее и тому подобное. Ну как, я беспокоюсь за безопасность ребенка, поэтому хочу все знать. Наверное, так. Ну, может быть. Вопрос возраста ребенка тогда. Как-то раз ко мне приходила мама, у нее была большая боль. Ее 22-летний сын, он врал ей, во сколько он ложится спать, она требовала, чтобы не было же 11, потому что иначе он пропустит институт. А он, значит, коварно под одеялом, с кем-то переписывался, в общем, это была боль, у него была порочная совершенно. Она вот с этой проблемой пришла к психологу. Вот с этой, с этой проблемой. Только с ней. Ну, это была основная жалоба. Понимаешь, да? То есть, представишь, и сразу, он сразу, так и предмет разговора сильно-сильно размывается. Первый, что такое честность, во-вторых, какой возраст ребенок. Что такое ребенок, да? А дети это кто? Какой возраст? Ну, вот если мы все-таки вернемся именно к вопросу... Давайте к несовершеннолетним вернемся. К вопросу честности, да. Совершеннолетних мы сразу все, 18+, мы отсекаем. Это в другую возьмем тему. Тут уже надо вопросы к родителям задавать. Да, давай поговорим про то, достоверную дети дают родителям информацию или недостоверную. Если ребенок совсем-совсем маленький, до трех лет, то, скорее всего, там не может быть какое-то там умысла относительно лжи или чего-то еще. То есть приписывать маленькому совсем ребенку какие-то порочные мотивы, что вот он там соврал или что-то такое, сказал неправду, конечно, это крайне странно. Потому что в это время они изучают вообще, что такое юмор, например, да? То есть он показывает на курицу и говорит, что это кошка, ему очень смешно. Да, правильно. Часто дети, особенно попадают в какие-то ситуации, когда их застукали, допустим, они съели там конфету или варенье, и видно, что у них вымазан рот, и они говорят, это ты съел? Он говорит, нет. Вот, еще очень часто вранье маленьких детей основано на желании себя обезопасить, потому что вот я нашкодил, да? Ну, конечно, чтобы не попало. И ты боишься, что тебя наругают, поэтому ты врешь, не потому что ты какой-то злой ужасный человек. Ну, да. И ты знаешь, что тут взрослые, это та же самая история. Очень часто взрослые врут, потому что для них небезопасно говорить правду. И дети точно так же. Если ты хочешь, чтобы твой ребенок не врал тебе... Значит, не нужно его ругать и бить за то, что он что-то съел, что-то разбил и так далее? Ты знаешь, может быть, поискать какие-то варианты, при которых будет более безопасно признаться. Ну, смотреть, что такого ты делаешь, когда он нашкодил, да? Насколько это соответствует его возрасту и соответствует наказанию проступку. Может быть, ну, где-то чуть-чуть шестише. Им надо будет как-нибудь про наказание поговорить. Ну, да. Как разумно наказывать нужно. О, это вообще тема огня, конечно. Ну, в общем, смотрите. Совсем маленькие дети, у них ложь, это, ну, прям совсем такое невинное, невинное экспериментирование. Но стоит ли вот ее на корню как-то совсем с маленьких лет приучать, что не нужно врать? Или не стоит? Или можно на нее закрывать глаза? Я думаю, стоит самому определиться для начала, насколько для тебя критично и насколько ты всегда готов говорить правду. Мне кажется, родитель всегда думает о завтрашнем дне, что вот я сегодня ему это закрою глаза, потому что сегодня это смешно, а завтра он соврет мне там, что он, во сколько он ложится спать. Для себя определись, вот насколько ты всегда честна со своими близкими в чувствах, в поступках, насколько ты можешь где-то умолчать, не договорить, да? Как ты играешь в покер, в конце концов? Ну, как себя. То есть, если я считаю нормальным не говорить кому-то про вот это, значит, пусть и ему я буду это позволять, правильно? Ну, в любом случае он воспитается таким, какой будешь ты. Ну, да, это знаменитая поговорка, воспитывайте себя, дети все равно вырастут такие, как вы, ла-ла-ла. Ну, да, все дела. Ну, если ты хочешь, чтобы, например, лучше тебя. Ну, ты фантазер. Ужасно, когда это входит в привычку, да, и когда вранье переходит как бы в цепочку, ты соврал, потом это, 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 потом это оттянется, ты уже не можешь сказать правду. Вот как такое КСО предотвратить после рекламы? Хорошо. Почему не ходил в школу? Потому что там какие-то уроки задавали. Саша за эфиром рассказывал историю нам в тему о том, как дети иногда врут и забираются. Расскажи еще раз поучительное. Ну, не ходил в школу без уважительной причины пропустил месяц. Вранье, в чем заключается? Вранье, ну, потому что маме врал, что, ну, утром собирался все, как будто бы в школу, все там, гладил галстук там пионерский, все там, брючки и все. Она уходила, он все раздевался, смотрел телевизор, вот. А одноклассникам говорил, что я на больничном, я болею, я старый солдат и не знаю слов любви. Ужас. А ты подростком был уже? Ой, это был какой-то второй или третий класс. А, ну, ты по полу нашему, да? У меня была тоже история, я была, наверное, мне 15 было, или 14, и мы с подружкой записались в физмат-школу в Академгородке, ездили туда, в воскресную, каждое воскресенье с мальчиками. Доезжали до Академгородка, заходили в университет, потом шли гулять в торговый центр. И как-то папа так вот это все выкупил, проследил за нами, я потом приехала домой в очередной раз там с тетрадками, с этим, со всеми книжками. Родители поржали надо мной, говорят, слушай, ну, совершенно не обязательно, вы можете просто где-нибудь гулять в воскресенье. О, ну, ладно. До сих пор для меня загадка, почему нельзя было это сделать. Переживали, что ты тяжелые книжки таскаешь, да? Ну, как-то да. Просто так, бесцельно. Как-то да. Ну, вот у детей, да, у них совершенно разные потребности, и медвежут, когда они будут. То есть, если это совсем маленькие дети, это может быть какое-то экспериментирование, это может быть развитое воображение, когда они какие-то истории рассказывают, да? Либо это может быть страх, желание избежать наказания, либо желание победить любой ценой. Если, например, ребенку всегда поддавались в семье в каких-то играх, и если он очень тяжело переносит слово «нет», то есть, ну, не привык к этому, границы не расставлены, он может начать обманывать для того, чтобы, может, даже где-то приворовывать, для того, чтобы точно получить желаемое, поскольку не знает, что такое проигрыш. Где-то ближе к школе уже лет в семь дети уже способны отличить, что такое ложь намеренная, что такое фантазия, что такое юмор и так далее. И здесь уже можно с ними очень открыто говорить и расставлять границы. Вот смотри, ты спрашивала, что делать со всеми маленькими детьми, чтобы начать готовить почву. С ними хорошо играть. Там какого-нибудь зайку-врунишку, который… Получил потом шишку. Да, 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 вот какие-то получил свои последствия. Получительная история, да, какая-то. Только главное не запугивать. То есть, хорошо, если родители сами придерживаются концепции, что честность, и она создает доверие, и это некая основа отношений. Не должно быть очень страшного конца в финале этой истории, потому что иначе тогда вранье, наоборот, будет процветать. Да, да, да. Как мы уже говорили, ребенок из собственной безопасности будет бояться сказать так. А то будешь дворником, ну ладно. И будет… Что-то, да, такое. Нам все время говорили. Не, ну знаешь, сейчас дети говорят, ой, как хорошо, будет чистая планета, будешь дворником. Будешь дворником еще не очень страшно. А вот если, например, тебя в полицию заберут, или, не дай бог, там, не знаю, в ад попадешь, или что-то такое, вот это прям вообще… Бабайка. А, что еще стоит делать, вот если вы предполагаете, что ребенок вас может обмануть. Например, вы сказали помыть посуду, заходите на кухню, посуда грязная, да, не надо спрашивать ребенка, а ты посуду помыл, потому что вы делаете такую… Да, такую, да, подводочку к лжи, вы можете сказать, слушай, я вижу, что ты посуду не помыл, не надо вот этой вот игры. А он вам скажет, помыл, а вы скажете, а нет, я же вижу, зачем ты врешь. То есть вот лучше не надо… Разыгрывать сцену не надо. Не надо разыгрывать, не надо спрашивать. Видите, что какое-то произошло событие, какой-то недочет, скажите сразу, слушай. Что вы знаете правду, сразу надо говорить, что я правду знаю, рассказывая, как это было и что такое. Так, а спросим, почему не помыл и начнется… А вот почему не надо спрашивать, почему бессмысленный совершенно вопрос. Можно сказать, слушай, я вижу, что ты посуду не помыл, а я тебя просила. А помой сейчас? А мне сейчас так неприятно, и я очень устала. Помой сейчас, пожалуйста, я бы очень этого хотела. Вопрос, почему он заводит в далекие-далекие дебри и, в общем, как он… В общем, мы сами… Маленький ребенок навряд ли скажет, потому что я маленькое неосознанное существование. Неспособное контролировать свои импульсы. Маловероятно. Ну вот, подростки очень часто начинают врать, иногда приворовывать, потому что у них уже им нужно больше ответственности отдавать, и они хотят больше свободы, нежели им предоставляют родители. И тогда с ними очень хорошо пересматривать контракт. Ну вот как вот в твоей истории, да, там у тебя какая была потребность? Ты, вероятно, уставал, тебе хотелось больше свободы. Ну да, да. И, возможно, если бы иногда тебе дали такую свободу, сказать бы, слушай, Саша, ты вот… Давай так, если ты учишься, например, на четверке, один день в неделю, ты любой себе можешь брать выходной, а я тебе буду записку писать. Это было бы круто. Круто? Да. Вот все подростки, с которыми я работала… Да, раньше же можно было записку мама напишет. А сейчас тоже так можно. Да, можно. Можно, да. И с подростками это работает. Главное, чтобы это было за что. Ты предъявляешь какие-то свои требования реализуемые. Если бы Саше, например, сказали, ну или мне сказали бы… Ну, раз в деле, это, конечно, круто, ну хотя бы раз в месяц. Да. Какой-то, понимаешь, такой законный бонус, чтобы можно не врать. То есть дети обычно, если им можно не врать, они не делают это. И часто это бывает такой вот симптом, чего не стоит делать, не стоит на ребенку навешивать такие ернки. Ага, ты лжец, ты врун, ты вор, ты конченый человек. А еще круто родители делают, когда прям при ребенке кому-нибудь другом рассказывают, так много стал врать, какой-то ужас. И так косится еще на него, что типа вот стыдись, видишь, я сейчас все рассказываю, сейчас про тебя плохо думают. Ну да, он стыдится, чувствует себя ужасным человеком, ну вот это как-то закрепляется так. То есть вот смотрите, что мы можем зарезюмировать, да, я так смотрю? Да, надо уже, да. То есть в первую очередь определиться со своими критериями честности и не стоит требовать от ребенка большего, чем ты требуешь от себя. Потом, второй момент, стоит ему рассказывать истории, что про социальную чуткость, да, там, когда не стоит рассказывать все, например, что происходит в семье, а когда стоит говорить о своих чувствах, почему честность – это основа какая-то человеческих отношений, она дает какие-то такие, нам задает рамки, почему мы тогда, ну, маленьким детям понятно, например, как ты отнесешься к человеку, который даст тебе кашу, а будет говорить, что это пирожное, и утверждать, что он тебе дает пирожное, он же, наверное, не очень тебе вот хорошее что-то делает. Вот так же, когда вот ты врешь, вот я себя чувствую так же, когда вот кто-то меня обманывает. Вот, не стоит детей пытаться уличать, то есть вот прям специально, как в примере с посудой, да, делать какие-то вещи, а лучше констатировать факты, говорить о своих чувствах. Я вижу там, не знаю, ты не ходил в школу, мне позвонили, да, или я вижу там пропали деньги, мне это очень неприятно, давай решим, что с этим дальше делать. И ставить четкие границы, что допустимо, что недопустимо, быть последовательным в своих действиях. Ну вот как-то так. Если, бывают, конечно, ситуации, когда дети реагируют так для привлечения внимания в случае развода, в случае там каких-то тяжелых ситуаций в семье, тогда, конечно, лучше обратиться за помощью к психологу и как-то вот выровнять вот эту всю историю. Самое главное, не демонизировать вот эту вот историю про ложь, там, про воровство, быть может, ваш ребенок, он... Это еще не самое худшее, что мог творить ваш ребенок. Думаешь, соврал? Да. Я думаю, что это стоит воспринимать просто как сигнал и с этим дальше как-то работать. Ну вот. Спасибо. Спасибо. Наш психолог Анна Лепихина.